В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Просто и понятно про ЖКХ. Уже более пяти лет в Подмосковье действует программа специальных обучающих семинаров. Здесь будут ответы на вопросы, здесь будут какие-то игры. Проект «Городские огороды» стартовал в одном из микрорайонов муниципалитета. Вышел себе в огороде, сорвал лучок, сорвал петрушечку. В Никольском храме поселка Володарского прошел музыкальный фестиваль «Троица». А под яблонкой такой, под кудрявой зеленой. Уже более пяти лет на территории Подмосковья реализуется программа обучающих семинаров, получивших название «Про ЖКХ». На них жителям рассказывают о принципах работы системы жилищно-коммунального хозяйства и способах взаимодействия с управляющими компаниями и органами власти. В этом году семинары будут проходить в новом формате. Детали у Максима Козлова. Опытные спикеры, видеослайды, информационные буклеты и каталоги – обычные атрибуты обучающих семинаров, посвященных теме ЖКХ. Но в этом году есть определенные изменения. Впервые в нашем муниципалитете их представили жителям поселка совхоза имени Ленина. В этом году представители ассоциации областной будут у нас проводить обучающий семинар «Про ЖКХ». И он будет немножко по-другому обыгран в том плане, что здесь будут ответы на вопросы, здесь будут какие-то игры. Здесь будут как-то немножко по-другому, чтобы было людям интереснее. Действительно, теперь это не только и не столько выступление спикеров, сколько живой диалог с залом. Встреча со специалистами была организована при содействии общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Проблем в поселке действительно хватает. Если мы говорим про многоквартирные дома, речь идет о жилищном кодексе. А по жилищному кодексу это первое, что должны сделать жители, заселившись в течение года, избрать совет многоквартирного дома. Насколько мне известно, здесь этой истории нет. Мне ни об одном Совете многоквартирных домов неизвестно, нет их. Один из спикеров Татьяна Зайцева, кроме работы на должности координатора Совета Ассоциации председателей многоквартирных домов Подмосковья, она входит в общественный совет Министерства ЖКХ региона, является организатором различных областных мероприятий. «Мы делимся опытом, ездим, рассказываем, делимся секретами. Сегодня у нас тема капитальный ремонт, и будут очень много секретов относительно капитального ремонта. Немножко приложить усилий, немножко волшебства, и вы сможете сэкономить до 30% платежки за отопление». Подобные семинары не теряют своей актуальности. Кроме того, что каждые 3-4 месяца меняется законодательство в области ЖКХ, Ленинский округ активно застраивается, появляются новые жители. И о том, как эффективно выстраивать свои отношения с управляющими компаниями и властью, лучше и проще всего узнавать на подобных встречах. Максим Козлов, Елена Кошлева, Видное ТВ. У жителей комплекса «Пригород-Лесное» теперь появилась возможность выращивать овощи, зелень, цветы, не выезжая за пределы микрорайона. О новом проекте «Городские огороды» расскажет Дмитрий Книга. Застройщик густонаселенного микрорайона «Пригород-Лесное» совместно с местной управляющей компанией следят за состоянием дворов на данной территории. Здесь провели благоустройство, высадили деревья и кустарники. Одновременно с этим жителям предложили поучаствовать в проекте «Городские огороды», в рамках которого они могут вырастить все, что угодно в шаговой доступности от своего дома. В тестовом режиме сейчас мы среди жителей выбираем, так скажем, голову данного проекта, который и будет вести общение с каждым из участников данного проекта. Мы будем также поддерживать коммуникацию с ним в онлайн-процессе. В случае потребности в строительном материале можно к нам обращаться. Мы оперативно застройщику управляющей компании организуем, привезем, поможем силами реализовать. Жители откликнулись на предложенную идею, ведь для многих сельское хозяйство и садоводство – любимые сезонные увлечения. Теперь появилась возможность создать свои грядки с нуля, а в конце лета собрать с них урожай. Людмила Задьбинова выросла в Калмыкии, где большая часть овощей и зелени на столе была со своего огорода. Я не понимаю, как это покупать укроп в магазине, я не понимаю, как петрушку покупать в магазине, я не понимаю, лук покупать в магазине, я не понимаю этого. Вот, вышел себе в огороде, сорвал лучок, сорвал петрушечку, сорвал укропчик, свеженький, хороший. Кроме того, такой проект позволит наладить социальные связи в жилом комплексе, а соседям поближе узнать друг друга. В нашем молодом ЖК общение и коммуникация с соседями достаточно активное. А это вот еще один из моментов, одно из мероприятий, одно из хобби, в котором можно общаться, взаимодействовать, ну и, соответственно, отдыхать от городской суеты. Всю организацию процесса, обеспечение инвентарем и дальнейший полив грядок взяли на себя застройщик и управляющая компания. Городские земледельцы могут принести с собой любые саженцы и семена. Планируется, что со временем к проекту будут присоединяться все больше жителей микрорайона. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжает работу пункт предоставления гуманитарной помощи. С февраля члены общественной палаты муниципалитета собирают и сортируют товары для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также для беженцев, вынужденно покинувших свои дома. С представителями волонтерского корпуса встретилась наш корреспондент Юлия Погасьян. Волонтеры наспех сортируют последние товары. Совсем скоро в пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате приедет грузовой автомобиль, чтобы забрать коробки. Такие процедуры здесь проходят несколько раз в неделю. Все собранные продукты, вещи, лекарства и средства личной гигиены отправляются жителям Луганской и Донецкой народных республик. По таким приблизительным подсчетам мы отправили уже больше 10 тонн. Именно Ленинский городской округ. Хотя собирает вся Московская область и вся Россия. И все очень активно отозвались и помогают. А здесь, в кинотеатре «Искра» адресную помощь оказывают жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые покинули свои дома и переселились в Ленинский городской округ. Спасибо этому месту, спасибо большое Сабине и девочкам, которые здесь. Очень сильно помогли. Ребенок у меня, по крайней мере, сейчас одетый. Очень помогают и продуктами периодически хорошо. И даже нашли круг общения здесь для себя. Но в основном здесь помогают одеждой и обувью. В ассортименте уже сотни наименований разных размеров и стилей. Жители округа активно несут вещи для взрослых и детей. Оксана Мисоедова в «Искру» приходит не в первый раз. Сегодня выбирает летнюю одежду для своих мальчиков. Взяли резиновые сапожки, потому что здесь очень погода отменная. По крайней мере, от Мариуполя у нас очень жарко. Здесь такая очень дождливая погода. Взяли шортики, футболочки, потому что выезжали с очень маленьким количеством вещей. То есть одна сумка буквально и все. Здесь очень хорошо помогли. Вот здесь игрушки сейчас, самокаты взяли. Так что очень замечательно. Большое спасибо этому пункту. Сейчас в летний сезон наблюдается спад активности благотворителей, но волонтеры не переживают. Говорят, это временно. А пункты сбора и предоставления гуманитарной помощи продолжат работу. Окончание нашей работы даже не прослеживается. Все будет зависеть от того, как будет продвигаться окруженная наша компания в виде специальной военной операции. Но поскольку есть необходимость в нашей работе, мы в любом случае будем продолжать до тех пор, пока это будет требоваться. Режим работы обоих пунктов – вторник, четверг, суббота с 14 до 19 часов. Всю необходимую информацию можно получить по номеру 8-985-093-88-38. В этом году детский вокальный коллектив «Эврика» отмечает десятилетие со дня основания. В честь юбилея юные артисты организовали праздничный концерт на сцене в Винновской школе искусств. Детская мечта Натальи Малой – создать свой вокальный коллектив – осуществилась в 2012 году. В первом составе было всего три человека, но со временем число желающих профессионально учиться пению увеличивалось. И сейчас у Натальи 54 ученика. Название «Эврика» придумывали все вместе, но выбор репертуара преподаватель оставила за собой. Репертуар у нас огромен. Каждые полгода он у нас обновляется, так как у нас шесть групп, 14 солистов и, соответственно, у каждого ни одно произведение. То есть у нас в год прям масштабная коллекция новых песен выходит и номеров, соответственно, на них. Своё десятилетие коллектив отметил на сцене Винновской детской школы искусств большим юбилейным концертом. «Пусть идут дожди, с прошлых вероятней снежки, но не против их дорог, сумел грабить с ростом». Концерт длился у нас два с половиной часа. Полностью мы его пели вживую, только вживой звук у нас был. В концерте принимали участие как учащиеся непосредственно сейчас, на данный момент, так и выпускники, а также наши друзья, танцевальный коллектив «Пруцкиц», с которыми мы очень плотно сотрудничаем. Лето для Эврики – активная пора гастролей. Параллельно юные артисты успевают участвовать и в многочисленных вокальных конкурсах. В этом коллективе, помимо прекрасного обучения и замечательного педагога, вы найдёте здесь ещё очень много интересных людей, друзей. Вы обязательно найдёте человека, с которым вам будет интересно. «Моя мечта – это всегда я мечтала стать учителем по вокалу и звездой». «У меня корни с музыкой, потому что у меня бабушка была известной певицей, прабабушка. И дедушка у меня, папа-папа, он очень любил петь. И папа у меня тоже поёт, занимается на скрипке. У меня сестра – скрипачка». Эврика успешно сотрудничает с другими коллективами, известными артистами, а также берётся за интересные творческие проекты. «Нам поступило не так давно интересное очень предложение сделать совместный проект вместе с юным композитором, 12-летней девочкой. Её зовут София Козырева. Она написала музыку и использовала в качестве слов на эту песню выдержки и стихотворения Александра Сергеевича Пушкина». Детский вокальный коллектив «Эврика» выступает на всех концертных площадках муниципалитета. Руководитель Наталья Мала и её воспитанники полны энтузиазма, энергии и готовы вновь и вновь радовать жителей Ленинского городского округа своим творчеством. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. 12 июня, в День Святой Пятидесятницы, в Никольском храме посёлка Володарского прошёл музыкальный фестиваль «Троица». Подробнее в репортаже Василиса Мамай. Уже не первый год община храма святителя Николая проводит музыкальный фестиваль «Троица». Хорошая музыка, общение с друзьями, а также невероятная близость между зрителем и артистом создавала душевную атмосферу праздника. И это очень символично, ведь фестиваль проходил под открытым небом. Мы сидели, размышляли о том, чтобы надо нам что-то сделать на территории храма, чтобы действительно было красочное, радостное и событие, которое могло всех объединять. Но «Троица» – это как раз день всех, потому что это день рождения церкви. Перед зрителями выступили участники и победители множества фестивалей, а также российских и зарубежных конкурсов. Звучали музыкальные композиции полюбившихся исполнителей и групп, авторские песни музыкантов. На 80% наш репертуар – это песни, которые написал я. Мои друзья, мои коллеги помогают мне делать аранжировки, мы вместе их делаем. Есть несколько кавер-версий, чужие песни, которые нам нравятся, которые мы принимаем как свои, и они начинают звучать уже в нашем ключе. Также в фестивале приняли участие коллектив «Мои волны», гитарист и композитор Кирилл Волжанин, дуэт «Жи Эр» – руководитель группы Иерей Максим Гортинский и ансамбль «Млада». Программа фестиваля была настолько разнообразна, что зрители всех возрастов нашли в ней что-то свое. Гости пели, общались и веселились. Нам очень нравится. Приходим как в родной дом. Тепло. Всегда батюшка. И чаем угостить даже. Говорит, пойдемте чайку попьем. Фестиваль закончился, но это не повод для грусти. Ведь песня и музыка сближают людей и дарят им надежду и единство. Василиса Мамай, Елена Замятнина, Александр Логинов. Видное ТВ. Второй летний этап гонок на выживание прошел в минувшие выходные. За место на пьедестале боролись 12 участников из Москвы и области. О победителях и самых ярких моментах гонки узнаем у Олеси Поповой. Вторая гонка этого лета стала массовой. На старт вышли 12 автомобилей. Три из них представляли Ленинский городской округ. На пьедестал удалось ворваться опытному гонщику из видного Константину Колобкову. Однако из-за технической ошибки он завоевал только бронзу. Давай, давай, давай. Вот это просто сумасшествие, друзья. Съезды на обочину, столкновения и даже перевороты автомобилей. Эпичных ситуаций в гонке было немало. Сложностей водителям добавила погода. Несмотря на работу поливальных машин, трасса была сухой. Во время заездов поднималась пыльная буря, ухудшая видимость на трассе. В аварию попал и видновчанин Дмитрий Черкасов. Золото, как и в предыдущей гонке, осталось за ярко-зеленым авто Андрея Березкина. Второе место завоевал Олег Осипов. Это серебро было неожиданным и для болельщиков, и для самого спортсмена. Мужчина, признается, несколько лет не участвовал в заездах. Просто не хватало времени. Гонками я занимался уже, наверное, с лет 14. Сейчас появилось время, собрал машину и выехал на соревнования. Машину собирал полгода. Один, когда-то друзья помогали, отец. В гонках на выживание нет разделения по возрасту и полу. Наравне с крепкими мужчинами выжимает максимум из машины хрупкая Юлия Соколова из Домодедова. С 13 лет начал гонять на оке Тимофей Смирнов. Сегодня парню 18. Он сменил боевого коня и уверенно конкурирует со старшими участниками. Сначала вообще был зрителем, а нашел в интернете, честно случайно. Сначала был долго зрителем. Потом один из гонщиков, но сейчас организатор, получается, подарил мне автомобиль. Ну и, так сказать, нравится вид автоспор. А потом сначала покатались, ничего не получалось, а потом лучше, лучше. Ну и сейчас стараемся достигать успеха. На трибунах несколько сотен зрителей. Многие приезжают с детьми. Например, Алексей Федоров сам когда-то участвовал в автокроссе. Теперь привел внука Кирилла посмотреть гонки на выживание. Надеется, что мальчик тоже вольется в движение автоспортсменов. Это такие гонки, которые добавляют адреналина. Вот я привел внука, чтобы он тоже поучился и посмотрел. Это, я не знаю, ну к душе добавляет. Вот хочется жить. Соревнования уже по традиции подвержали представители администрации муниципалитета и народные избранники. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова призналась, она на гонках впервые, но уже уверена, что придет снова. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать всем слова приветствия, всем победы. И ждем уже с нетерпением, и я уже становлюсь болельщиком следующих уже встреч и на гонках на выживание. Следующая встреча любителей автоспорта будет только в сентябре. А пока у гонщиков есть время привести в порядок свои автомобили после жестких столкновений, переворотов и езды на пределе возможностей. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»